Радио Звезда Но как именно их готовили, нам выяснить не удалось Насколько нам известно, без специального приготовления акриды трудно назвать вкусными И христианские подвижники ели их в целях умерщвеления плоти Впрочем, современная кухня многих народов мира знает и вяленых, и жареных акрид И даже акрид и тараканов, залитых сахарным сиропом и превращенных в леденцы с начинкой Сахара у греков не было, но жарить, мариновать или солить их они вполне могли После закуски на столе появлялись мясо, рыба, зелень и соусы Все это время обедающие, как правило, обходились без вина Закончив первую часть трапезы, они выпивали по глотку неразбавленного вина В честь доброго гения, так называли бога Диониса После этого рабы уносили опустевшие столы и вносили новые с накрытым десертом Это могли быть, например, свежие и сухие фрукты, сыр, печенье и пирожное на меду с сыром, маком и кунжутом Теперь можно было пить вино Начиная с третьего века до нашей эры, во вторую перемену, помимо десерта, стали добавлять дичь и домашнюю птицу Если пирующие собирались более или менее напиться, то это обычно происходило после перемены блюд, за десертом Но вино, исключая первое возлияние в честь Диониса, они пили разбавленным Кроме того, на столе могли стоять ячменный отвар, молоко или молозиво Но это были не слишком традиционные напитки Греческое меню нельзя назвать скудным Оно всегда было сытным и разнообразным Но поначалу особой изысканностью не отличалось О нем можно судить по комедиям Аристофана, который любил кормить своих героев примерно так, как питались его сограждане-афиняне И даже если дело происходит во дворце кого-то из богов, подают там не нектар и амброзию, а обычную еду В комедии «Лягушки» Дионис и его раб Ксанфи навещают дворец богини загробного мира Персифоны Служанка принимает Ксанфи за Геракла, которого ждали в гости, и приглашает к столу Она сообщает «Богиня чуть услышала, что прибыл ты, лепешки замесила, два или три горшка сварила каши, полбыка зажарила, коврижек колобочков напекла, входи» Выясняется, что к приходу высокого гостя также поджарены птичьи крылышки, подрумянины печенье и вино разлито по ковшам сладчайшее А тем временем торговки, которых обокрали на рынке, обвиняют Диониса, тоже принимая его за Геракла, в том, что он сожрал у них дюжину калачей, стащил 25 кусков говядины, грудинку, рубцы, сельди, сыры зеленые и чесноку без счета В другой комедии Аристофана «Мир» перечисляются жареное мясо, поросята, говядина, окорок, колбасы, вареные кишки, потроха, балык, суп, сыр, мука, толокно, пироги, коврижки, лук, оливки, смоквы, орехи, варенье, чернослив, виноградный сок «Оттический мед. Молодое вино». Герой комедии некто Тригей побывал на Олимпе, взлетев на небеса на спине специально откормленного гигантского жука-навозника Цель у Тригея, несмотря на столь низменное средство передвижения, была самая благородная Он мечтал потребовать у Зевса ответ за бесконечные войны, разоряющие землю Греции, и привезти в Афины богиню мира Путешествие воздухоплавателя заканчивается успешно, и он обращается к новообретенной богине, перечисляя, что именно теперь, в эпоху мира и изобилия, должно появиться в продаже «Рынок весь нам доверху добром завали, ранним яблоком, луком мигарским, ботвой, огурцами, гранатами, злым чесноком Беотийцев увидеть позволь нам опять, с куропатками, с кряквами, с гусем, с овцой, пусть в корзинах притащат копайских угрей, а кругом мы толпимся, кричим, гомоним, рвем из рук и торгуемся» Хор же радуется тому, что отныне лука нет и сыра нет, судя по всему, именно ими кормили воинов в походах Взамен опостыливших лука и сыра, афиняне собираются зимними вечерами греть у угольков орешки и поджаривать каштаны, и служанку целовать, если дома нет жены Ну а если жена дома, то афиняне в лице предводителя хора планируют следующую кулинарную программу «Выпить хочется мне вот что, с неба шлет ненастье бог, эй, жена бобов поджареном, да побольше меры три, и муки прибавь пшеничной, и маслин не пожалей» «Пусть пошлют за перепелкой, двух тетерок принесут, молоко найдется в доме, и от зайца три куска, если только прошлой ночью не стащила кошка их» В конце комедии звучит жизнеутверждающее заявление «Пусть храбро челюсти жуют, затем дарован людям зубов блестящих белый ряд, чтоб мы жевали ими» Но пока афиняне времен Аристофана удовлетворялись каштанами, орешками и зайчатиной, восточная роскошь понемногу проникала в греческие города Особенно славились своими кулинарными изысками сибориты Исходно слово это означало жителя города Сиборис, греческая колония в Италии И лишь потом, благодаря тамошним нравам, приобрело современное значение Считалось, например, что сибориты первыми придумали утонченную приправу, которая делалась из молок макрели, вареных в рассоле и разведенных в сладком вине и масле Постепенно и другие греки начинают входить во вкус изысканной кухни В конце V века до н.э. некто Митаек из Сиракуз написал первую кулинарную книгу Судя по всему, она принесла ему популярность, потому что после этого на Грецию обрушился вал кулинарной литературы Известны имена по крайней мере 17 авторов таких книг Так, Хрисиптианский написал трактат о выпечке, в котором рассказал о множестве сортов хлеба Отрывки из этого трактата пересказывает Афиней У эллинов есть и хлеб под названием «мягкий» Для него нужно только немного молока и оливкового масла и много соли Форма для выпечки должна быть очень слабой Зовут этот хлеб «каппадокийским», потому что в Каппадокии почти все сорта хлеба мягкие Сирийцы же называют такой хлеб «лохман» Они его очень любят, потому что его можно есть очень горячим Существует и хлеб «балетин», выпекаемый в форме гриба Квашню смазывают маслом и посыпают маковыми зернами И только потом выкладывается тесто, чтобы оно не прилипало ко дну Потом его ставят в печь в глиняной посуде, предварительно посыпанной мукой грубого помола В результате хлеб приобретает прекрасный цвет копченого сыра Для кренделя нужно немного молока, перца, а также оливкового масла Если его нет, то добавляется сало В так называемый арталаганон, пшеничные вафли, добавляют немного вина, а также перца, молока и оливкового масла или сала Мы читали главы из книги Олега Ивика «Еда древнего мира» Радиозвезда